Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и городской округ Люберцы, как и все регионы страны, по-прежнему задают массу вопросов, связанных с образованием. Как высшее образование, так и среднее образование, и детские садики, и все на свете, все, что связано с нашими детьми. Сегодня здесь у нас в студии начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Юрьевна Бунтина, которая нам поможет разобраться в некоторых вопросах, по крайней мере, на сегодняшнее время. Почему? Потому что лето – это такой сложный период в этом 2020 году. Почему? Потому что лето для выпускников всегда было сложным. И для тех, кто поступает в ВУЗы, всегда было сложным. Но здесь еще накладывается вот этот постпандемийный синдром, я бы так сказал. Поэтому будем исходить из тех документов, которые есть, и из тех инструкций, которые сегодня существуют. Виктория Юрьевна, скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как пережили вообще все участники образовательного процесса вот этот период удаленки дистанционного обучения? Что плохого, что хорошего? Ну, было все по-разному. Кому-то легко дался этот период, а кому-то достаточно сложно. Ведь в период вот этой эпидемии нам пришлось перестроить работу полностью. Как детских садов, так и школ в особенности. Мы перешли все на дистанционные формы работы. Их применяли мы время от времени в обычном штатном режиме, но не настолько часто и уж не ежедневно точно. А вот с периода повышенной готовности в это время ежедневно проводились занятия, как в школах, так и в детских садах, именно на разных онлайн-платформах. Пришлось, конечно, учителям непросто, потому что надо было срочно осваивать. И времени не было на то, чтобы раскачиваться, проходить какие-то дополнительные курсы повышения квалификации. Нужно было тут же и сейчас заняться самообразованием, включиться в эту работу, чтобы далее уже обучать детей и не потерять тот учебный материал, который нужно выдать в учебном году. Поэтому где-то было сложно. Те педагоги, которые владели уже информационными технологиями на высоком уровне, конечно, им было гораздо проще. И подключить те же системы Zoom, Skype, ну это самые простые. Мы работали с платформами УЧИ.РУ, Яндекс.Школа, конечно, школьный портал, который работает сейчас в Подмосковье, нас здорово выручил, потому что многие функции новые были введены непосредственно. По ходу дела, то есть они тоже... Да, совершенствовались мгновенно. Министерство образования, Министерство государственного управления. Поэтому те функции, которые были востребованы учителями и озвучены, они мгновенно появлялись в школьном портале. Но вот в частности, хочу сказать о том, что при проверке домашнего задания, которое выдавалось посредством школьного портала, те задания тестового характера или автоматические, которые могли проверяться, они проверялись машиной, ну непосредственно в школьном портале такая была заложена система, и выдавались уже баллы учителю для выставления оценки. Это облегчало, конечно, деятельность педагога, потому что сокращалось время, проверки работ как таковых не было, и можно было уделить внимание дальше развитию школьников. То есть частично это возможно использовать будет в большем объеме уже, когда будет нормальный процесс. Да, однозначно. Это сэкономит время учителям. Этот опыт, он настолько бесценный для нас. Мы сегодня понимаем, что мы легко, в общем-то, обучаемы, и я вообще говорю о всем педагогическом сообществе, и легко внедряем разные инновационные формы работы. Поэтому, как время нам подскажет в дальнейшем работать именно в сфере образования, мы подчинимся любым требованиям, будет штатный режим работы, значит вернемся к прежним формам работы. Но этот накопленный опыт мы однозначно будем также использовать в своей работе. Но можно сказать, что, как говорится, это было понятно и видно, это касаемо, я там, например, работал на вузовских платформах, сразу двух вузов, и где-то примерно месяц ушел на раскачку. Ну, во-первых, все дети есть дети, и студенты есть студенты. То есть сначала, если дети просто в ступоре были, то студенты сначала обрадовались, что не надо никуда ходить, потом гляжу, уже скучают, что уже просто хотят поговорить, вот хоть в Zoom или в YouTube и так далее. Но смысл в чем? Ну, где-то месяц мы все-таки, давайте говорить откровенно, но не то, что потеряли, а был какой-то такой набор новых оборотов, поиск новых форм. Ну, у нас немножко поменьше времени было вот на такую раскачку, и нас в этом плане выручили весенние каникулы. Да, да, как раз их попали туда. В 20-х числах, после 15-го, по-разному у всех весенние каникулы начинались в школах, наступили как раз каникулярные времена, и вот эти две недели нас выручили в плане того, что учителя быстро окунулись в самообразование, и уже начали четвертую четверть, последнюю заключительную в учебном году, как полагается. А как дети вас приняли эту систему? Ну, вот, наверное, так же, как студенты. Сначала обрадовались, и потом очень сильно заскучали по школе, по учителям, по обычному общению, потому что не хватало именно классного руководителя. Хотя мы классные часы сохранили эту форму работы, общение, и воспитательная деятельность продолжилась, но реально живого общения не хватало. И многие очень писали, скорее бы, школа, хочется уже выйти из дома, это однозначно, но пообщаться с одноклассниками вживую, поделиться какими-то впечатлениями, это нормальное явление для человека, именно не виртуально, а вживую. Мало того, я уверен, что как только вернется живое, обычное общение, начнут немножко даже скучать по тому времени. Так человек устроен. Ну, так устроены люди, это правильно. Ну, давайте теперь поговорим на более серьезные темы. Мы поняли, что мы пережили этот период. Дай бог, чтобы не было второй или третьей волны, чем нас пугают. Но мы сейчас смотрим то, что у нас есть. На первое, значит, выпускные, вернее, последний звонок в школах прошел в режиме онлайн. Каждый как мог, так это организовал. Особенно вот эта тема последнего, самого звонка, тоже по-разному было представлено в разных регионах. Это, конечно, тоже отдельная история. Второй момент. Единый государственный экзамен. По большому счету, насколько я понимаю, это было первое, что мы услышали, что будет проходить в офлайне. Как будет проходить единый госэкзамен? Ну, единый государственный экзамен будет проходить очно. На пунктах проведения экзаменов сроки экзаменов изменены. Рособорнадзор установил начало экзаменов с 29 июня. Два дня, 29 и 30 июня, это будут тестовые экзамены без детей. Мы будем проверять функционирование всех систем на предмет безопасности, видеонаблюдение и так далее. А уже с 3 июля в очном формате начнутся экзамены. Вот у нас на территории городского округа Люберцы 1373 выпускника. Это много, конечно, детей. И всех их надо распределить по пунктам проведения экзаменов. Их 10 у нас. И 6-7 июля в два дня, что не было никогда в истории проведения ЕГЭ, обычно проводился русский язык в один день, в этом году мы проводим в два дня, 6 и 7 июля, в связи с тем, что Роспотребнадзор издал рекомендации, стандарт так называемый, по проведению единого государственного экзамена, где ограничивается количество детей в аудитории. Их ранее было по положению 15, не более. А на сегодняшний день мы должны рассадку сделать таким образом, чтобы было не более 8 детей в аудитории. Это два раза сократили. Два раза сократили. И даже при наличии тех кабинетов, которые есть у нас в пунктах проведения экзаменов, мы не смогли посадить детей элементарно, создать те условия, как и другие территории в один день. Было принято решение разделить экзамен на два дня. И вот тут у меня возникает сразу же вопрос. Я бы очень хотел попасть во второй день. Знаете, почему? Потому что утечка информации... Я вот сразу же этот вопрос задаю. Вот последние годы, я понимаю, вам это трудно будет, это мое личное мнение, я очень плохо отношусь к единому косэкзамену, я категорически его противник. Но это мое право. Но есть закон, он установлен, он работает. И я помню последние годы, когда я работал много в новостях, мы все время говорили о вот этих новых способах, что это прямо как вот в тюрьму, чертый ребенок там приезжает, то забирают, все забирают. Какие-то посторонние дяди, тети и так далее, и тому подобное. Сейчас к этому уже привыкли, безусловно. Но утечка, это слово, ответы, это, знаете, как для, наверное, для выпускника, как что-то самое важное в его жизни. Вероятность утечки-то остается? Ну, знаете, вот контрольно-измерительные материалы, которые предлагаются на экзамен, они и на сегодняшний день в доступе, в демонстрационных версиях, в том числе, в различных материалах, которые готовят детей к ЕГЭ. И если изучить все эти материалы до экзамена, конечно, можно уже спокойно идти на него. И если попадается знакомый вопрос, который ты уже готовил, ты его просто напишешь, и не будет никаких проблем. А утечка вот конкретно с первого дня, ну, где вероятность того, что попадется контрольно-измерительный материал, точно такой же ребенку во второй день. Они все разные. Они все разные. Для каждого ребенка свой готовится пакет материалов. Изначально, когда мы формируем базу данных для детей, мы же завершаем эту процедуру 1 февраля. Для чего? И дальше база не меняется. Для чего? Именно для того, чтобы дать возможность напечатать пакет документов, вот этих контрольно-измерительных материалов, конкретно для каждого ребенка. И так по всей стране? Это по всей стране, конечно. Поэтому утечка, вот открываем сайт ФИПИ, Федеральный институт педагогических измерений, и смотрим те демоверсии, которые существуют. То есть если в спецдемоверсии внимательно посмотреть за все время, которое есть, то в принципе... Да, совершенно верно. Это, кстати, очень хороший способ все-таки быть образованным. Даже для тех двоечников, которые с трудом... Конечно, это же дополнительно получают ребята знания, готовятся к экзамену. Нормальное явление. Раньше по билетам так же было. Опять же, на себя беру этот удар. Я учился еще в школе, где у нас было, я не помню, 7 или 8 экзаменов, что-то какое-то невероятное. Это конец 86-й год. Это вообще какой-то сложный год. Был переход с одного на другой. Но мне повезло, у меня был один экзамен только, потому что у меня была серебряная медаль. Но я о чем говорю? Я писал все равно шпаргалки, особенно там, где математика и так далее. Но я их так подробно писал, что пока я их писал, я выучил, запоминал. Я ими даже не воспользовался. Но я не призываю к этому, тем более, что на ЕГЭ, кстати, все-таки расскажите, как будет проходить, может быть, для родителей, каждый день у них дети сдают, как этот процесс будет происходить? Будет происходить так же, как и во все остальные годы. Дети приходят на экзамен, также они должны иметь при себе паспорт, ручку с черными гелевыми чернилами. И, конечно же, все телефоны, все прослушивающие какие-то устройства, наушники в том числе, должны оставить в специальной комнате. А умные часы? И умные часы, конечно же, в том числе. Дураков не мать? Да. Но на пунктах, кроме того, что установлено видеонаблюдение, и видеонаблюдение выведено в ситуационный центр, он существует на базе региона и на базе России. И в этом ситуационном центре работают в формате онлайн общественные наблюдатели. И они просматривают каждое вот окошечко. Прямо как выборы? Да, совершенно верно. Каждое окошечко просматривается, и если есть какое-то движение, сомнений и так далее, это окошечко спокойно, общественный наблюдатель увеличивает, и все просматривается, все видно, как на ладони. Поэтому те шпаргалки, которые написаны, это хороший вариант подготовки. Но воспользоваться в аудитории не стоит даже. Не нужно этого делать, потому что все просматривается. И, конечно, установлены блокираторы связи. Мобильная связь там не ловит в этих пунктах проведения экзаменов. Я скажу больше, мы когда устанавливаем вот это оборудование, включаем его в день проведения экзаменов, соседние дома иногда жалуются, что у них нет связи мобильной, пропадает связь. Ну, какое-то время, да. Как в Большом театре. Пропадает эта связь. Еще один момент психологический. Я хотел, чтобы мы с вами судили. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Почему? Потому что это тоже очень важная история. Много всякого рассказывают тоже про единый государственный экзамен. Мне пока еще не приходилось с этим сталкиваться. Но, наверное, здесь тоже есть... Причем это касается не только детей, но и тех, кто там работает. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Очень много вопросов. У нас Виктория Юрьевна Бунтина в гостях. Начальник управления образованием городского округа Люберцы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Виктория Юрьевна Бунтина у нас в гостях. Начальник управления образованием городского округа Люберцы. Продолжаем говорить о ЕГЭ. И еще у нас впереди выпускные вечера. И еще у нас запись в школы. И еще у нас 1 сентября. Это мы все обсуждаем. Так что те много. Но возвращаясь к тому, чем заканчивали первое отделение. Психологический момент. Вот когда ко мне студенты приходят на первый курс, у них это долго еще продолжается. Мне кажется, что на это мало кто обращает внимание. И только к концу первого семестра они вдруг выдыхают и понимают, что с ними разговаривают уже как, ну, со взрослыми людьми. И они немножко, что ли, самостоятельные становятся. То есть действительно детство заканчивается. Вот этот психологический барьер, когда ребенок неправильное движение, неправильно написал, ну, что-то такое. Вот как это все в этой системе работает? Чем мы, может быть, сталкивались? Что вы посоветуете родителям? Как ребенку спать, не спать? Вот что сейчас сделать? К экзаменам в любом случае нужно готовиться. Это понятно. Психологически, как вы сказали, это прежде всего. Значит, если есть определенный объем знаний, нужно просто морально себя настроить и отдохнуть перед экзаменом как следует. Не надо. Учите уже в последние минуты до утра сидеть за столом, с компьютером обнявшись. Не нужно этого делать. Вот нужно своевременно лечь спать и утром встать, позавтракать, потому что силы нужны будут на экзамене. Мы на экзаменах, как раньше было и времена, не кормим детей, потому что длится он 3-3,5 часа. Это как раз по нормам СанПин то время, когда можно обойти себе зиму. Без карашков. Но есть у нас питьевой режим в обязательном порядке, это выручает. Поэтому ребенок должен прийти отдохнувшим, конечно же, здоровым и плотно позавтракать. Взять с собой все необходимое, настроиться на экзамен и отлично его сдать. В этом году меняется что? Меняется встреча детей непосредственно на пункте проведения экзаменов. Связаны как раз это с теми мерами безопасности, которые разработаны в связи с пандемией. Мы должны в обязательном порядке теперь устроить, организовать входной фильтр, провести термометрию каждому ребенку и каждому сотруднику, который сопровождает детей. В обязательном порядке продезинфицировать до прихода детей все помещения, предложить детям обработать ДЭС-средствами руки на входе в пункт проведения экзаменов. Учителя у нас и педагоги, все сотрудники работают в масках в 2020 году и в перчатках. Таковы требования. И в каждую аудиторию мы устанавливаем обеззараживающие лампы специальные, которые работают в присутствии детей, чтобы родители не пугались. Это лампы специально, которые предназначены для работы в присутствии детей. Ну, на всякий случай, чтобы провести дополнительную обработку. Если... Ну, до того, конечно же, аудитория обрабатывается дополнительно. Если у ребенка на входном контроле обнаруживается температура выше нормы... И какая, кстати, потому что... 37 и выше. 37 и выше. 36 и 9 – это еще норма. 37 и плюс – это уже, конечно, отклонение. Ребенок направляется в отдельную аудиторию, приглашаются родители с тем, чтобы ребенка можно было забрать с экзамена. Если родители в это время на работе и не могут забрать выпускника, то учитель, сопровождающий лицо, специально назначенное, провожает ребенка домой и дальше уже связывается с родителями и организуются дополнительные мероприятия по обследованию и так далее. И экзамен у ребенка переносится на резервный день. Он просто... То есть и на следующий год, а на резервный день? Нет, на резервный день. В этом году он сдаст его, но в августе будут резервные дни. Мы проведем обязательно для тех, кто заболел, период проведения ЕГЭ. А вот такой вопрос. А консультация врачей, ну, ведь просто от нервного состояния может температура у некоторых подняться? И все равно не допустят? Нет, при температуре не допустят. То есть малейшая температура... Нет, врач в школе не будет это делать. Сразу направление будет выписано на анализы по ковиду. И если анализ придет отрицательный, то, соответственно, можно дальше продолжать экзамены и сдавать их в резервные дни. Если успеет ребенок... Но в этот же день не получится? В этот день не получится. Это однозначно так. Но анализ будет готовиться тоже не один час. Но если, например, 6-го числа у него это произошло... Да. Да, русский язык. То следующий резервный день на начало августа. Понятно. Хорошо. Вот в этом будут особенности. Конечно, социальная дистанция, я о ней и сказала, у нас рассадка будет совершенно иная в аудиториях. Но это забота уже организаторов и руководителей фунта проведения. Ну, для ЕГЭ это даже и хорошо. Конечно. Для ЕГЭ это форма ЕГЭ ему понравится. С учетом того, что будет жаркий период времени, скорее всего, в это время. И кондиционеров у нас в кабинетах в большинстве нет. И даже нигде их нет. Будут открыты, возможно, окна. Но будем справляться своими силами. Малое количество детей создаст условия. Но ЕГЭ обсудили. Целая схема прямо даже не укладывается в голове. Думаю, что родители, которые в этом заинтересованы, все услышали. Выпускные вечера. Столько слез уже было пролито. Как они тоже будут в онлайне проходить? Ну, а вот последний звонок мы провели онлайн. Причем окружной даже последний. Это тоже праздник очень трогательный, такой теплый. Прощание со школой. Это важно было для детей. И мы в рамках округа провели большое мероприятие. Подключались по системе Zoom. Поздравлял Владимир Петрович, глава городского округа. Было все тоже очень душевно и прекрасно. Дети даже вот некоторые, которые подключались к Zoom, я видела, что плакали, расставаясь со школой. Эти эмоции, они нормальные для такой ситуации. Тем более в таких условиях. Но неожиданно было то, что все-таки кульминационный момент со звонком, с теми словами, которые произносили педагоги, напутственные слова давали родители. Они их восприняли очень правильно, дети. И вот реакция была совершенно той, которую мы ожидали, несмотря на то, что мы были в Zoom. Что касается выпускных вечеров. Но изначально, даже вот недели две тому назад, неделю назад, мы говорили только о форме онлайн и для выпускного вечера. И планируем, кстати, бал медалистов. Мы наши, кружной, тоже в онлайн-формате. Но с учетом интервью, которое дал министр просвещения Российской Федерации, буквально вот несколько часов тому назад, было сказано, что форма проведения очного выпускного может быть, будет возможна в отдельно взятых регионах. Там, где позволит санэпид-обстановка. И если вот до конца проведения экзаменов ЕГЭ, то есть до конца июля, до начала августа, нам скажут, что санэпид-обстановка нормализовалась, и постановлением губернатора будут разрешены массовые мероприятия, конечно же, мы проведем выпускные очно. Потому что эти праздники готовились на уровне школ. Правда, аттестаты уже дети не получат в это время, как за 9-й, так и за 11-й класс, потому что аттестаты мы должны выдать в 2020 году до 15 июня. И аттестаты в этом году, оценки в них не зависят от государственной итоговой аттестации. В 9-х классах, несмотря на то, что дети не сдавали экзамены, выставляются итоговые по годовым оценкам в 9-м классе, а в 11-м классе по 2-м годам обучения. Это 10-й и 11-й класс. Вот что заработали дети в период обучения, то они получат в аттестат. А уже как сдадут экзамены, ну, время покажет. Тем более, что в этом году экзамены ЕГЭ сдают только те ребята, которые собираются поступать в ВУЗы. Те, кому нужен просто аттестат, они даже не будут сдавать обязательные предметы русский язык и математику. Они для них в этом году не нужны. Мы аттестаты выдадим гораздо раньше, чем наступит единый государственный экзамен. Вот такое новшество, оно... Ну, временно, я так думаю. Ну, мы надеемся. Да. То есть, возвращаясь к выпускным вечерам, они могут быть в августе. Могут быть, да. В очном режиме. Да, зависит от школы, от решений родителей, конечно же, и педсоставов. Ну, вопросы какие приходят к вам, да? От родителей. Конечно, приходят практически ежедневно. Все настроены все-таки на очку. Да, и все переживают, как же это безвыпускного, это такое событие в истории, не только школы, но и каждой семьи. Это важно, конечно, провести такое мероприятие. Ну, давайте вот посмотрим. То есть, у вас лето готовится просто сумасшедшим? Да, ну, у вас лето всегда живенькое такое. А теперь будет еще живенькое? Ну, оно просто необычное для нас будет, дополнительной задачи приходят к нам. Хорошо. Теперь поговорим о тех, кто поступает. Что, есть какая-то связь сейчас, что будет с первым сентября? Я имею в виду, давайте сначала о выпускниках, которые в вузы поступают. Вы же все равно этот вопрос тоже как-то регулируете. А потом вернемся к школе, к первому сентября. У вас есть какая-то информация, сколько планируют поступать в этом году, или в среднем, может быть? Ну, у нас в среднем 60-70% поступают в вузы. Подают документы и проходят. Реально зачисляются на первый курс института. Думаю, что в этом году даже ситуация изменится в большую сторону, потому что вузы открывают больше бюджетных мест. И при благополучном стечении обстоятельств, при экзаменах успешно сданных, дети наши поступят. Сегодня мы уже понимаем, в какие вузы нацелены дети поступать. Многие идут в медицину. Это очень отрадно. Сегодня это востребованные специальности. Да, несмотря ни на что. Да, многие хотят поступать. Кстати, идут поступать в педагогические вузы, как в Московский государственный педагогический институт, так и в МГОУ, наш подмосковный институт. Много у нас целевых направлений в этом году. Тем более, что две школы, 44-й гимназии, 53-я школа, выпускает педагогический класс. Мы специально отбирали детей в этих двух учреждениях, тех детей, которые хотят в дальнейшем связать свою судьбу с педагогикой, с учительством. И вот эти дети тоже пойдут поступать в педагогические вузы. Ну и в основном крен на технические специальности. Это информационные технологии, аграционные. А разброс городов, кроме Москвы? Ну, Москва, Подмосковье. Ближайшая, конечно, для нас Москва. Кто-то едет в Рязань поступать. Вот несколько человек, я слышала. Но в основном это Москва. Московские вузы. Ну, мы здесь рядом живем. Понятно. И финальный вопрос. День знаний. Есть какая-то информация? Или пока надо ждать? Она тоже, вот, знаете, она меняется каждый раз. 1 сентября мы планируем, конечно, встретиться все вместе во дворе школы или в актовом зале. В зависимости от погоды, как всегда. Надеемся, что так оно и будет. И праздник первого звонка, именно первый день знаний. Мы все вместе увидимся, обменяемся впечатлениями и начнем все-таки очно, в штатном режиме, новый уже 20-21 учебный год. Очень хочется в это верить. И, конечно, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы никакой второй волны не было. Соблюдаем меры всей той ситуации, которая имеется. Самоизоляция. До сих пор у нас не все еще кадры находятся на работе. Мы ждем уже окончательных документов по выходу и этой категории. Многих педагогов отправили в отпуск досрочно, но потому что ЕГЭ у нас перенесено, и на ЕГЭ придется пригласить этих людей для работы. Ну, много таких технических вопросов. Думаю, пока мы с ними справляемся. Ну, будем надеяться. Да, я еще о чем хотела сказать. Это будет, наверное, важно услышать нашим зрителям о детских садах. Потому что очень много вопросов на эту тему идет. И на сегодня мы работаем только в формате дежурных групп. До 14 июня такой режим работы продлится. А вот с 15, точнее, с понедельника мы все-таки ожидаем документ дополнительный, который позволит открыть детские сады для всех детей. Не только для тех родителей, для тех, вернее, детей, родители которых задействованы на открывшихся производствах. А для всех абсолютно детей. Вот если это произойдет, если мы получим этот документ, то 15 июня мы уже будем работать в штатном режиме и в детских садах. А сейчас заканчиваем комплектование на будущий учебный год. Последний вопрос. Мы не можем его не адресовать вам. Летом дети, которые раньше ходили в какие-то лагеря при школах и так далее, и вообще как-то будет вами контролироваться? Что скажете? Летняя оздоровительная кампания у нас также изменена полностью по срокам. Да, мы хотели провести в июне, но Роспотребнадзор до 31 июля запретил все оздоровительные мероприятия, и в том числе на базе общеобразовательных организаций. Поэтому лагеря дневного пребывания будут открыты на базе 7 школ округа, в том числе по поселкам, но с 3 августа на 21 календарный день, то есть по 21 августа. Будет также организовано трехразовое питание, дневной сон, полноценный такой лагерь. И если родителям есть необходимость ребенка направить в этот лагерь, мы ждем с заявлением до 16 июня, это будет вторник, до 16 июня, в школе, в которой обучается ребенок. Это заявление ждем. Ну, в школе, видимо, об этом тоже говорят. Да, конечно, вся информация есть на сайтах. Спасибо огромное. Виктория Юрьевна Бунтина нам рассказала все, что знает сегодня о том, как работает образование в городском округе Люберцы. И не только потому, что она за это отвечает, а просто видно, что с утра до вечера. Я даже не представляю, когда вы отдыхаете. Начальник управления образованием городского округа Люберцы. Большое вам спасибо. И будем ждать очных ЕГЭ, будем ждать очных выпускных и очных дней знаний, скажем так. Да, конечно. Спасибо вам большое. С вами был Николай Пименко и программа «Открытый диалог». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова